Мир вам, Игорь Тихонович! Мир вам, брат Михаил! Ну вот, я не ожидал, что вы приехали. Да, мы удивительным образом приехали, потому что еще в субботу утром мы, снег шел, когда шел, и замерзший, мы продолжали работать и окончили. И хотели ехать в воскресенье, но тут видим, что снег, а мы во время снег падал и работали. Пошел к Вите, он отказался, там не могу, или гололед. Ну, никак. Тогда пошли к Андрею Устину, он поехал. Даже порошинки снега на дорогах не было, никакого гололеда нет, ничего нет. Ну, все это позади. Мы доехали благополучно, и вчера уже весь день были здесь. Слава Богу! Сходили наши ребята, Евангелие раздавали. Вот. Да, труд я... Мы, конечно... Большой вы сделали там. Много потрудились в этот раз. Много, много. Это очень... Мы приходили в Потемка, шли дорога, и, кажется, на ощупь. Я говорю, у мусульман есть такое правило, что можно пищу кушать, когда не отличишь черную нитку от белой. А мы уже мазали там отработкой. Не могли уже белую от черной доски отличить. Идем на ногах, как снегоступы, лепешки. Она застыла на ногах глиной, соломой. Это надо видеть, какие мы были. И ни один не заболел, не простыл, ничего. А у меня ноги, как деревяшки. Пальцы согнулись, потому что берешь мокрое. Рукавица вот так вот сунешь, а даже не сгибается. И удивительное дело, никто не заболел. И срочно-срочно, часа полтора, и выехали. Да, я вот на днях прочитал вторую о статуях Яна Задоуста. Там во второй беседе у него как раз он говорит о труде. Какая разница между богатым и бедным. Богатый живет в свое удовольствие, а бедный он трудится, не покладая рук, ему и некогда там болеть. Понимаешь, удовольствие это условно. Ну, какое удовольствие? Допустим, я поел, дальше делать нечего, с угла в угол. Ну, чрево полное. Ну, кому-то пойти, а кому я нужен. Как жена одного олигарха и говорит, вы даже не знаете, какая у нас жизнь. Мы даже друг с другом не общаемся. За высоким забором, охранники, всего боишься. Кто задавил, кто убил Березовского, Бориса Абрамовича? А ведь, кажется, у охранники миллиарда, ничего не помогло. А мы каждый день, работая, насквозь, вся одежда, все пропотелая. Утром уже в 7 часов мы на работе. И каждый день благодарим Господи. Мы как благодарны-то Тебе, что Ты нам доверил эту работу. За нее никто бы не взялся. Никого нету, денег нет. И представь, мы работаем бесплатно. И вот за эти последние 3 месяца я заплатил, я из кармана, и там в видео, видишь, я считал 440 тысяч. Ну, понятно, что это не мои деньги-то. Откуда? Как вот небо разверзлось, и Господь посылает людей таких. И почему? Десятину платим все. За десятину. За послушание Божьем Западе. А эти вот они собрались, там сидят, что-то клевещут. Примерно там 300 клевет они сказали. Нам на каждом шагу, каждое слово неверное совершенно. Там не про меня разговор-то идет. Эти там Дудин, там Скуратовский, кто с ними. Я никакого отношения не имею к тому, про кого они говорят. Это не обо мне совершенно. Я там где-то у сектантов в собраниях каялся. Никогда я там не был, не каялся. Быть заходил, а дальше и не было. Мне Евангелие дали, люди ушли. Я через 5 минут был готов и покаялся. Зачем переворачивать-то? Если бы за мной что-то было, они бы не придумывали это дело. Вот счастье в чем, ничего за собой не знать. Как Геннадий Фас говорит, что Игнатий абсолютно неуязвим. Почему? Безупречность. Меня не обвинят ни в сребролюбии, ни в трусости. Вот сегодня один армянин зашел. Ну, его будет ролик через неделю стоять. Именно поэтому увидел, что вы правду говорите, как в Библии. Я этого не встречал. И все говорят, а я об этом никогда не думаю. Я знаю, я избран. Так они говорят, а, он говорит, что он избран. Ужас какой! Слово избран для них это кощунство. У нас и я знаю, что избран. Милхола стала унижать пляшущего Давида. А он говорит, меня Бог избрал, а не отца твоего, которого отверг. Он знал, что ему царство. А нам дал власть быть чадами Божьими. 1,12 Евангелия Теана. Они не знают, эти, которые беседуют Евангелие. Они не имеют водительства Духом Божьим. Я с детства знал, что я избран Богом. Это считают... О, это прелесть! Это прелесть! Это сатана говорит через них. Как это прелесть! Признать обетование Христовым, усваивать Его, как Златоуз говорит, присваивая к себе. Дал власть быть чадами Божьими, верующими в Него. Чадами! Мы называем Его Отец Небесный. Кого предузнал, избрал, там перечисляет апостол. Но я, если это знаю, я избран. Почему? Я докажу тебе в течение одного часа неопровержимо. В течение часа 20 параметров покажу, по которым любой скажет, что я избран Богом. С детства. В первую очередь, враги это домашние. А у меня именно домашние это видели. Домашние. И от меня это никак не зависело. Чтобы среди ночи поднимал ребенка Господь. И где-то на практике в тайге я выйду, медвежьи следы прямо рядом ходят, около бараков, где мы работаем. А я иду в тайгу, чтобы они тогда прятались где-то. Становлюсь, ели лапы у них, лапник. И становлюсь коленами и молюсь, и благодарю Бога, того, который сотворил этот лес, горы, звезды. Я ничего не знаю о смерти его. И возвращаюсь, и ложусь. Ну пусть кто-нибудь расскажет это. Дальше. Как я в тюрьме был. Как вся тюрьма. Слушай, тюрьма. Как Зоя Крахмальникова сказала. Но она только сказала, дома за столом там не было. А у меня это было. Открытые камеры и охранники собираются с этажей и стоят, слушают. Это не день, не два, а каждый день. А потом я хожу и со всем персоналом полное собрание. Во всех отделах милиции. Пусть они покажут еще, еще кого-то. У меня не просто избрание, а избрание с особыми признаками избранищества. Покорность людей. Вот что-то тут запикало. Я говорю, а ложимся спать, а я встаю среди ночи молюсь, а они сзади у меня на колене преступники. Никого. А я не вижу. Утром только узнаю, скажут. Пусть кто-нибудь расскажет, кто в тюрьме сидел. А что это? Благодать. Это то, что они говорят, это награда. Они мне венец сплетают больше моей головы. Они на меня столько наговорили, что я смотрю, и нет ничего того, что тяжелое было бы перенести. Ну вот говорит Аскаротовский, нет, это Игнатий вот обладает этим-то. Я тоже увлекался им. Вот я тоже. Но сатана-то разве не знает? А тут один кто-то пишет, а вы вызовете его в студию-то. Ну меня вызывать-то и не надо. Прямо так вот со Скаротовским-то беседовали. И меня скажите, я буду останавливать, где неправда, и говорить как есть. И от этих слов-то ничего не останется. Я не защищаюсь, я просто обличаю ложь и говорю, это ко мне не относится. Ну, Христос говорит. Исцеляет они князя Бесовского Вильзеула. Он говорит, я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Нет во мне беса, он говорит, воля отца во мне. И это тоже я легко это докажу. А он сатаной знает, он в ад. Я не в ад. Мне даровано спасение во Христе. Я 53 года ежедневно и спрашиваю у Бога прощения, где я согрешаю, и ищу оправдание перед Богом. А эти гонители для меня награда, это благодать Божия. Бог испытывает меня, там испытал, теперь здесь. Они мои книги никуда не денут, где они могут? Они им недоступны книги. Ну, пускай они мои книги вырвутся из библиотеки имени Ленина. Ну, пускай. Ну, они могли там взять где-то в библиотеке, да и то обманным путем. Ну, пусть они возьмут их в Москве, в парламентской библиотеке мои книги. Ну, пусть они возьмут в исторической библиотеке Москвы. Пусть. Патриарх не может взять. Оттуда президент не может взять. А ну, пусть они возьмут из королевской библиотеки Дании, где мы были. Ну, пусть. Смешно даже. Они умрут и следа нету. А у меня остается не просто след, а последователи. Книги. Работа. И вот я, не разгибаясь, я сейчас только пришел, весь мокрый, и я благодарю Бога. Каких Бог дает мне врагов? Я думаю, что если они не перешли грань, не похулили Духа Святого, хотя очень похоже на это, то им откроет Господь. И кто у них интервью-то берет, и они начинают на меня говорить, на меня, обо мне речь. Я делаю разбор патриарха, патриарху вопрос, патриарху ответ. И теперь патриарху Алексею. А дальше я говорю, где я неправильно ответил? Во свете Библии. Пусть они мои труды и так рассмотрят. А не то, что Игнатий проповедует против смирения. Ой-ой-ой. Игнатий проповедует, что было обрезание иудейское. Может быть, Игнатий проповедует, что вам кола синой забили. Не проповедую я этого. А там и он помогает какой-то Кальмаев тролль. Какой тролль? С чего взяли? Тролль. Не встречал? А Виктор, это там, Савченко, еще слушайте, это сумасшедший совершенно человек. То есть, хулиганье. Они хулиганы. Они пробрались под эту одежку и думают, это ничего не значит. Там, может, ничего и нету. Одна шушера мирская. Ой-ой-ой. Только так пока... И мне некогда разговаривать. А вы могли бы сейчас вот собраться и про них говорить там, разбирать их. А вы, во-первых, у них нечего разбирать. Да они мне не мешают. А что я их буду разбирать? Одно слово неверующее. Имеющее страх Божий, разве может это говорить? А вот Игнатий берет блаженного афилакта-то, а потом все как-то переворачивает, как-то не знает. Ну, как-то. Ну, покажи, как. Как. Ну, почему не показать-то? И прочитать стих такой-то. И что я сказал? Я проверкнуть во свете Библии. Не во тьме вашей, а во свете Библии святой. И нету. Ничего нету. Самое смешное, что Дворкина подключили ко мне. Занимается мой... Дворкина. Этого засланца из Америки. С злойным гражданством. У него веры вообще никакой нет. Он не знает ничего. Он живем-то сектантов не видел по книжкам. Тоталитарная, тоталитарная. Встретился бы здесь. Бил он здесь. Он не пришел на занятия в университет. Его наши братья приглашали. Ты же ему сам задавал вопрос. Он попятился маленько. Со мной еще воевать-то. Меня нету. Просто нету. Вы бьете-то по местам Писания, по святым отцам, по канонам. А сейчас они... Игнатий придумал каноны. Какие там эти... Они временные. Эти репиды. Мух отгонять. Репиды. Мух отгонять. Да репиды мух не отгоняли. А воздух, который есть. Они вообще даже... Что в алтаре-то не знают. Пусть они посчитают Александра Мени, который по порядку все вещи алтарные разбирает. Просто смешно. Ничего они не знают. А что? Злоба отнимает разум. Он пыхтит. Скрижеща-то. Ничего нету. А я за него утром сегодня молюсь. Прости им, Господи. Да у Сергея. Там воспаление мозга. Да у него, Господи, беда-то какая. Он боится архиерея. В страхе пытается служить. Они его зажали. Вот докажи теперь твой патриотизм. Я знаю, какие разговоры. Ему надо из кожи вылупиться, доказать, что я патриот, я православный. А как раз этого не надо делать. Это показывает трусишка несчастный. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Мне эти качества неизвестны. Даже я их не знаю. Меня могут обвинять в противоположном. Что так нельзя жить. До копейки раздать. Лезвие безрассудно. Да, безрассудно. На ножах дерутся. А я вмешался в толпу, как отец Арсений. Растащил. И теперь все люди благодарны тебе. Они ничего показать не могут. Вот ни на работе, нигде. А тут сидят, распушились, как Смирнов. На два сиденья растелешатся. Ну, что, христианская форма это? Ты посмотри, у меня какие ребята рядом. Тонкие, звонкие, прозрачные. А как работают? Сейчас дрова носят. Игорь Дубнов привез. Сережа тут расколол березу. Сейчас они носят. Складывают. У нас жизнь-то какая веселая. Вот златоусты говорят. Веселые они. Я златоусту могу подсказать, что святитель великий. Мы более счастливые. В первую очередь, мы не боимся никаких дефолтов. У нас ничего этого нет? Ну, ничего нету. Мне хоть сегодня пусть переходят на японские иены. Ой-ой-ой. Вот я послушал, они сидят, городят. Такой плетень плетут из терровника. Ну, сказали. Ну, завтра второй раз они не будут говорить. Их слушать никто не будет. А дальше-то ничего не изменилось. У меня в среднем получилось. Вот я сегодня только посмотрел. Мы были... 4 месяца, 20 дней в Потеряевке. И выставили 710 роликов. Да и при том, ни одного нету, чтобы никто не заходил. Ты видишь, как смотрят? Интересно, потому что это жизнь. Во всех ее оттенках, поворотах. У них ничего этого нет. Нету. И поэтому я могу их только жалеть. Они несчастные. Они не знают, до чего они родились. А я знаю. У меня везде и всюду словословие. Какие лозунги. Везде, везде абсолютно стоят. Не храмы, а призыв ко Христу. Мы же где молитвы сделали после отъезда. Мошек отгонять. И там воздвигли крест. И где летняя кухня была, и тут воздвигли еще один. Вот так. Я думаю, что они способствуют... Что-то подожди, голос исчез твой. Только говори. Голос исчез. Ага. Да, слышно. Слышно? Я говорю, они способствуют тому, чтобы больше людей узнало о ваших книгах. И о том, что действительно это... Ну, как бы познакомиться с тем, что ненормально в церкви, и как исправить это все. И что интересно, форум у меня за 250 не заходило. Как только эти напали, говорит, я их называю из табакерки. Двое. Ровно на 100 человек в день сразу число увеличилось. Любая антиреклама, есть реклама. Реклама. А я о них что бы мог сказать? Я ничего даже говорить бы не стал. Помолился бы и все. А еще, говорит, да и зачем это нужно? А он делает вред. Ну, делает для себя. А он говорит неправду. Я должен сказать. Павел, говорит... Посчитай себя счастливым. Нам дано право. И Златоус оправдывался. И Павел, и Христос оправдывался. А то Христос плевком на плевок не отвечал. Что за слова такие? Когда приходили к Иоанну Крестителю, как он говорит? Порождение ехиднины. Змееныши. Христос это говорит. Зачем, говорит? Затем показать, что они лжецы. И сразу говорит, ваш отец дьявол. Не я делаю силой бесов, скажу, ваш отец дьявол. Он лжец. Он клеветник. Человек-убийца. Так вот, то, что я говорю, вот они и есть клеветники о троде дьявола. И буду я это афишировать. Да зачем мне это нужно? У нас работа интересная, красивая. В общем, вы работаете в Потеряевке, они вас пропагандируют в интернете. А сейчас я пришел. Вот когда поехал в Потеряевку и подумал, теперь в интернет ко мне не зайти, по скайпу. Так и было. Но там другие интересные дела были. Вот я тебе говорю, сколько? 710 роликов за 4 месяца 20 дней. Ну и посчитай сколько. Почти по 5 роликов каждодневно. А когда поехали в город, ну тут уже этого не будет. А с первого же дня началось. По скайпу один заходит, второй, третий, благовестие, собрание. У меня вчера сразу 6 роликов в один день выскочило. Утром только проснулся, помолились, уже заходит армянин. Там приходит грузин. До того интересно. Сейчас еще больше, наверное, будет интересно с вами поговорить. Да он говорит, что именно мне встретился с человеком, которого я жду совет. Я говорю, иди к батюшкам. Да я знаю там, что подряса у них. Прямо я говорю, не гляди так, это священник. Помолись. Мы же не ангелы. И люди везде, священников прямо не знаю как, не любят. Потому что они видят, как они себя ведут. А я их посылаю к священникам. Бог открывает глаза. Господи, помилуй. К сожалению, я думаю, что... Ну, я вот... У меня понимание такое, что... Именно от того, что... Вот как воспринимают священное слово Божие, видов этом. Они воспринимают его легкомысленно. И не так, чтобы оно, это... Ну, как закон. Вот, допустим, я слушал вашу беседу с Александром Менем. Ну, у него какой-то тоже... Он это ученый, это... Он языки знает. Но к священному писанию у него такое же отношение, как, допустим, вот у отца Сергия, в котором я живу. То есть они его прочитали. И... Ну, прочитали, прочитали. А чтобы это было законом для его жизни, чтобы это было руководством, чтобы неукоснительно соблюдалось каждое слово Христа. Вот сказал не клянусь, значит, не клянись. Но сейчас интересно, что... Вот эти вылезли когда-то, там, в Скоротовске, они в открытую говорят, каноны исполнять нельзя, иначе в храме никого не будет. Прямо крещат. Вот да, одна-три года отлучается, кто на войне был. Но если с войны пришли с отечественной их отлучать, это как люди перенесут? А тут я пытался накладывать эпитемию. Ну, на абортнице. Как Сипаненко их на букву Б назвал-то. Вот. И тогда она пришла, я не могу. Ей 10 лет надо быть за пределами храма. Молиться. Молиться и плакать. А он ей назначает 40 поклонов на 5 дней. Явное дело, что это враги вторглись в церковь. Враги. Почему власти так не разрешают? Почему эти сроки длинные устанавливаются? А они нет, отменили. Мораторий наложили на то, чтобы не исполнять. Мораторий на каноны. И прикрыли словом любви. И главное, главное, епископ. Ну, а 4-й Вселенский Собор, 630 епископов. Почему ты их отвергаешь? Почему ты за 30-летнего возраста залез в Рясу-то? Ну, какая нужна? И начинать экономия. Какая экономия-то? Христос раньше 30-летний вышел на проповедь. Выше Христа залезли. Они не могут по-другому натихнуть. Потому что нет рождения. Да, это главное. Потому что они живут над этим миром. Вот этой земной жизнью. Они к ней очень сильно привязаны. И никак не могут к ней оторваться. Они, конечно, думают, что... Но это только на словах все. А на деле все остается так вот. Организация, в первую очередь. Мое благополучие и так далее. Вот страх вот этого, как вы говорите, страх у него. Вот этот страх мешает. Он порабощает, закабаляет и привязывает вот это к земному житию, а не к небесному. Видишь, они развивают как бы разум, учатся. А написано, что есть страх? Лишение помощи от рассудка, Соломон говорит. Лишение помощи, он не веет. Страх рождает трусость, трусы. Страх рождает предателя. У них везде все покрыто человеческим страхом. Как бы его ни убрали. Я буквально, ну, может, на пальцах могу показать священникам, которые их не боялись, как Глеб Якунин. Как Яков Кротов. Таких людей очень-очень мало. Все остальные более завуалированы, но как-то он заранее, сенсор у него в голове стоит. Он заранее знает, пропустит, не пропустит. У меня нет ни одной строчки, чтобы я под таким духом писал. Так сказал Господь. И это все сказано. Так сказал Господь. И вопрос снят. Это-то и привлекает к вам людей, потому что видят, что нет страха. Не потому, что я такой, а просто я вымолил у Бога это. И то, что я сделал, если бы был страх, я бы ничего не мог сделать. Так ответить не смог бы. Не был бы в тюрьме такой просто торжественный. Победный был марш по тюрьмам. А этого бы не было ничего. И сейчас бы с ними я не мог разговаривать. И Господь как устроил. Они никак не могут меня достать. Никак. Им говорят, ну вызовите, в центровский отдел он будет вам отвечать, раз вы не понимаете этого. А я все время вспоминаю слова Григория Низского, брат Василия Великого. Люди верят только в то, что сами могут сотворить. Они не понимают, как это можно жить и ни перед кем не горбатиться. Они не понимают. И со мной митрополиты беседуют. Митрополиты. Генералы там, где я встречаю, губернаторы, мэры городов. И ни у кого, ни в КГБ, нигде, ни в КГБ, по санкциям КГБ, они старались вот как. Не было попытки меня завербовать и склонить меня перед собой. Даже попытки не было ни у кого. Как будто бы я епископ какой или кто-то. Ты видишь, как митрополит приезжает, как с ним мы беседуем, какой открытый разговор. Как он обнимает, целует, благословляет. Ну, видно, что человек за человека меня считает, а не за какую-то бложку-вожку. Они не дадут никакого выхода людям. Они даже не понимают, что они критикуют. Так они не критикуют, они лгут. Это не критика, это ложь, непрерывная ложь. Ну, не было у меня этого, ну, не было. Ну, у меня в мирском суде, когда встали, говорит, там у него мальчики и девочки спят вместе. И когда до дела-то дошло, все были разбиты, попятились. Опубликовать, заплатить за моральный ущерб, за деловую репутацию. Если бы сейчас коснулось попадать в мирской суд, я бы этих даже праха не оставил. Почему? Всех поднял на молитву. От них ничего не... Они ни одного слова доказать не могут. Я пока там этого сектанта, там где-то в их собраниях там каялся, где? Пусть докажут. Где? А они что обо мне знают? Это то, что я в биографии своей. У меня биографию, вот я сейчас выставляю, автобиография. Уже 7 роликов, еще будут ролики. И они написаны. Меня брать-то голыми руками можно. Сколько у меня сказано? Ну, представь, почти 4 тысячи роликов еще спрашивают с меня. Ты бери, готово, бери. И они выставляют. Какое? Отдайте шикотан. Кёнигсберг отдайте. Это разделение государства, суверенитет. Это уголовная статья. Они совершенно потерянные люди. Еще этот дел... Это мнение мое. Значит, Кёнигсберг. Вся Европа за то, чтобы отдали его. На моей стороне вся Европа. Отдача шикотан. За мной Япония и все остальные страны. Никогда она не была шикотан там трясущей. Какая беда ждет от этого? Почему вы Коржакова других не судите, которые советовали Ельцину, когда в Америке был? А тот пьяный был и потом жалел. Почему это не сделал? Не отдал шикотан японцам? Вы приобрели плотное кольцо друзей, а не врагов. Били за полуостров Даманский. А потом спихнули. И все острова отдают им, китайцам. Почему вы их не судите? Так я не отдал ничего. И то судить его надо. Уголовня. Они не знают ничего. Злоба. Абсолютная волчья злоба. И поэтому я могу сказать. 20 глава, 29 стих. Деяния апостолов. Вот им клеймо. И говорят превратное. И задача какая? Улечь за собой, чтобы свечки брали. Деньги, деньги, деньги. Корыстолюбие и корысь. Корысь и трусость. Это их одеяние. Их броня. Корысь и трусы. Сорви это с них. Там ничего и нету. Муляж. А у меня ничего и этого нету. Корысь. У меня нет ничего. У меня нету. Совершенно нету. Теперь судят. А как я одет плохо? Да православно ли про это говорить? Когда везде прославляется. Когда люди в такой одежде. Ваша открытость. Это ваша сила. То есть это они. Легко можно проверить. То что они говорят. И то что вы говорите. И сразу увидеть. Где они в год. Это очень легко проверить. Для меня допустим. Как. Ну уже довольно хорошо знающего. Что вы говорили. Это вообще не составляет труда. Когда я слушал этот ролик. Интервью. Там радиопередача. То. Ну все шито белыми нитками. По сути дела. Легко можно открыть любую книгу. Любой ролик. И найти совсем противоположное. Тому. Что они утверждают. Вы совершенно другое говорите. Они говорят другое. То есть ложь. Так они как. Они до этого говорили одно другое. У меня нигде не найдут одно другое. Я всегда вчера и сегодня и завтра говорю одно. Почему? По писанию. А вот вы говорили. Ветхий завет. Там Нил Синайский не советует. Когда я говорил. Ты посмотри. А вот говорил там. Это не надо учиться. А сейчас учиться. Это другая эпоха была. Они давали работать. У нас в кощегарке с высшим образованием сидели. Зачем оно тебе на кощегарах? А теперь этого не преследуют. Теперь можно учиться. Они не понимают даже это. Эта эпоха сменилась. Эпоха. Да, учили. Мы никому не запрещали. Но они сидели в кощегарках. В кощегарках церковных при том. Три человека. Завуч школы. Начальник поликлиники один. Там еще приехал один историк. И три кощегара все с высшим образованием. Зачем учиться-то? Я про это и говорил. Зачем? Ты лучше работай. Дабы было из чего уделять нуждающимся. Интересно. Вот которые на меня нападали. Ну, несправедливо. Ни одного нету, которые не были бы жестоко посрамлены уже здесь, на земле. Вот был у нас священник. Я ему очень благодарен. Но он у нас не был священником. Он на 30 лет рукоположен. Нафанаил Студников. Захватил. Вот. И вот он. Там 19 том у меня открытым оком. И он писал курсовую. Поступил на теологический факультет. И жил я среди них. И имел возможность наблюдать изнутри. То есть веры-то никакой нет. Он наблюдал только. Не молился. Но он иеромонах. Как он за монашеск. Как он... Ой-ой-ой. И именно на том, что когда 7-й и 8-й том, он мне его спутал. Там 400 ответов. Мне такую неприятность создал. Но от него я научился верстать. Шрифт его наставил мне. Я ему благодарен. Он посоветовал издать трехтомник отдельно. Не среди книг. Я благодарен ему. Ну и что? С чем кончилось? Ничем. Размонашился, женился ребенок. Ну, кто это одобрит? Да, как вы против монашества? Ко мне приезжают монахи. И желают размонашести. Чтобы я их размонашил. Я говорю, да. Я говорю, не надо давать обеты. Я за монашество. Чтобы был один. Есть разница между замужней и незамужней. Женатый и неженатый. Кто о чем заботится. О мирском этот женатый. Но не давать обет. То есть сделать так, как было у Елисаветы. Сестры Сарисы. Она медсестра. Особое братство. Монастырь. Но обеты никто не дает. Полюбила солдата раненого. Матушка благословит. Поехала, вышла замуж. Рождает детей. Я вот про что говорю. Вот. Я говорю. И не скрывая этого. Я за монашество. За. То есть один моно. Моно. Без обетов. Обет это все придумали люди. Где это запреты? Запрещающих вступать в брак. Какое это бесовское учение. Апостол Павел говорит в послании к Тимофеям. Запрещающих вступать в брак. Кушать пищу. Что Бог сотворил. Это бесовское. Не просто. А бесовское учение называется. Я против мощей. Да я как раз. За мощи. Что похоронить их. Из антиминцев. Отовсюду похоронить. С торжественными пениями. С патриархом. Совсем. И не трогать больше. Ни один. Заметь. Ни один. И за тысячи лет. Не разрешил брать от него что-то. Ни один. А у меня симфония на життя святых. А сколько там указано тех, которые умирали. Заклинали не прикасаться к телу. Не раздевать. Ничего не брать. Даже волосинки не брать. Они никого не слушают. Труппопоклонники. Да. Любое слово это. Их не опровергается. Так что. Не то что не опровергается. А просто оно. Ну не имеет под собой нигде оснований. Основание должно быть слою кожу. Просто все выдумано. Все выдумано. Все это надумано. Все это под предлогом, чтобы как-то уязвить. Как-то людей действительно отвратить. Заметь. Вот. Стехтанки. Вапнисты намертво отрицают православие. Все. Абсолютно. Они их не трогают. Старобрядцы вообще не признают под патриархию. Их не трогают. Они никого не трогают. Для католиков православной схизматики не трогают. Только меня одного. Одного. Еще там есть Кочетков Георгий. Его там треплют. Знаете почему? Я думаю, что потому, что вы в церкви находите. Все поняли, что это мертвый труп православная церковь. Патриархия это. А я говорю, что она благодатная. И можно оживить. И признаю самых негодных священников. Благословлюсь у них. И для них это так непонятно. И мне, друзья, ты знаешь, что делается тут в патриархии. И туда людей направляющие. Я говорю, всех до одного только туда направляю. К священникам. 53 года. Это такая загадка. После моей смерти будут и столетия разгадывать. Не может быть, чтобы все поколения, когда жил Игнатий, Лапкин, и были помрачены. Ну, были единицы, которые боялись сказать. Я для них являюсь сегодня самой большой загадкой. Не в Писании, а именно моя биография, моя жизнь. Зачем он здесь? Им надо меня вытолкнуть. Вот я сейчас бы ушел. Ушел бы баптистом-то. Разговора не было. Стал бы о мешок каким-то. Разговоров не было бы. Но я в православии говорю, что можно работать. Можно добиться, чтобы таинства не искажались. Чтобы люди ревновали рождение свыше. О водительстве Духом Святым. Вот поэтому-то и нельзя нам отсюда уходить. Из церкви. Не становиться вовне, а быть внутри. Иначе это... Ну, что там, собака лает со стороны, как говорится. Кто ее заметит? Отпугнул-то и все, никто не... А мы, если здесь находимся... Ну, я сам на себе прочувствовал уже, что действительно... Это... Ну, просто буквально хотелось бы, чтобы я не ходил в церковь. А, ну да. Я благодарю, Тихон. Ну как? Благодарю. Хорошо, правда? Порядок. Да. Никто не прикасается. Ну, я даже и не сомневался в этом, что... Так и будет. Если Богу будет угодно и... Красиво, да? Да, да. Богу будет угодно, будешь у нас в гостях, дорогой брат. Да. С радостью большой. У меня как отдыха там у вас. И в потеряевке тоже. В тот раз, конечно, я маленько... В этот футбол поиграл. Ну, еще? Ну, еще у нас это не запрещается, у нас все играют. Нет, я не про другое, что это там я грудину ударил сильно, но это ничего страшного. У меня все уже прошло. Не понял, кто кого ударил-то? Воспоминание. А, грудь ударил. Нет, это я упал, грудь ударил. Ну, ничего, это... Зато у меня это... Воспоминание о том, как я все преодолел. Как мы шалаш делали. Как мы костер там переоборудовали. Сколько осталось? Если все, ты приедешь и отдохнуть, тенющий к тебе будет. Ну, я туда приезжаю как к себе, в общем, как родной. Уже это не так, чтобы как гость. А как будто это еду, допустим, в потеряевку. Что это уже... Ну, оно действительно моя родина, потому что там я получил рождение. Слышен. Вещение. Видит Господь и знает Всевышний. Произошло мое... Как бы сказать... Уже... Да главное, эти-то пишут, что... Что Игнатий давнишний сотрудник КГБ. И далее. Книги издает там, что делает на деньги ЦРУ. Хоть бы ЦРУ-то предупредили. Знаете, иногда вот это... Вот это ложь. Ну, и опровергать вот это вот, спорить как-то... Не надо разговаривать, даже только молиться. Я просто для смеха говорю. Кого опровергать-то? Ну, чего опровергать-то? Я могу только обернуться и... А про кого они говорят-то? То есть они моей биографии не знают. Она для них настолько непонятна. А они до того тупые эти, которые разговаривают-то. У них твердокаменное сердце. Ржавая железка вместо сердца. И вот он глаза заведет под потолок, крутит. Где-то он... Он прямо глядеть-то не может сказать. А обладая 37 лет тем, что дано, и не развиться, такая тупость. Мои комментарии в Новом Завете, они даже понять не могут. Им не хватает высшего образования, академии не хватает. То есть они бесталанные. А я нигде не учился. Мне просто... Я избран. Бог мне это дает при изобильной немерии. Я говорю. А где вы знаете это изречение? Это мое изречение. Я просто его... Просто взял и написал. Я свои стихотворения свои рассматриваю. Сегодня я бы ни одного не написал. Я умею вовремя остановиться. Раз и больше не пишу. Вот я, Игнат Тихонович, говорил это, что я был такой же практически. А противоречие в чем уже говорил? Вот началось у меня с того, что не убей. Господь говорит, не убей, а все оправдывают. Иди убивай, иди воюй, иди это оружие бери, там это защищай, и так далее, и так далее. Но Господь говорит другое совсем. Я понял, что я когда людям говорю и оправдываю, вот это вот войны, там это убийство, все такое прочее, я лгу. Так они-то, как говорят, дошли до того, что три года отлучается, если убивал. Три года. А теперь, говорит, а давайте мы канон этот применим. Это как будет тяжело, кто на войне был, родина от фашистов. То есть он дальше уже на вороты делает. Он не может по-другому. Им семинарии, академии нужны только для одного. Запомни, только для одного. Оправдать свое беззаконие и выставить его на щит. Как у меня в одном стихотворении написано, поволокли слова Христа на плаху, а измышления свои на пьедестал. Вот эти измышления надо свои отвергнуть. Пока не отвергнешь их, и не будет у тебя просвещения Духом Святым. И ты никогда не поймешь то, что ты, что Игнатий Тихонов в своих комментариях. Так давай, ну от них уберем эти измышления, а дальше-то ничего и нету. Его вообще нет. Он из одних измышлений состоит. Его этому учили, оправдывать. Бриты этому у него. Проститутки разные, не каются они даже. Назвал их таким словом, типа Ненко на Б. И как поднялись. Так они такие стоят у тебя рядом, в хору поют. Главное, гражданский брак. Мать один мочке. Вообще слова. Почему не назвать своими словами? Ребенок рождается незаконный. Ты открой словарь, там прямо он называется выблядок. Выблядок. Открываем словарь, прямо говорит, блядь. Больше нет ничего. Это словарь. Словарь Григория Дещенко, священника. Я открываю, завожу в Википедию. Все так правильно объясняется. Как ухватились. Слово-то ругательное сделалось. А оно в церковных книгах. Святые отцы не зря постановили такие применять правила. Согрешающим, тяжкое особенно. Это именно проявление любви. Так они объявляют в них весь всех святых отцов. Они не понимают, куда зашли. То есть те же сокосердные были, вселенские отцы. Да какой ты православный, ты враг. Ты волк. Кого ты называешь? Там те, которые соборы, святые, это отцы. Они разве этого не знали? А им главное людям уже деньги, деньги, свечки продавать, чтобы крутилось, свертелось. Бизнес церковный-то. Они неверующие. И поэтому я с ним разговаривать-то могу только как с грубым неверующим. С человеком, который ничего не чувствует, не видит и не понимает, что на развалинах находится. Ну, патриарх сказал, надо благовествовать. Ну и что, пошли? Как его пошлешь, когда он мертвый? Он налопался, лег спать. Я вам там прислал вот это вот. В 2010 году он написал, что сейчас началась вторая христианизация. Так, сейчас прочитаю с публикой. Действительно, страна, то, что сегодня происходит в нашей церкви, называется в принятой концепции второй христианизации. И это вполне справедливо. Вторая христианизация. Это в 2010 году. Ну, ни один святой отец не говорит этого. Есть верующие и неверующие. Есть сын Божий и сын дьявола. Левое и правое. Я предложил огонь и вода. Жизнь и смерть. Они избрали смерть и имитируют, рисуют под жизнь. Они трупы раскрашивают. Я говорю, у вас в церкви-то людей-то нету. Скот-то могильник. Когда я не разумел закона твоего, Давид говорит, я был как скот пред тобой. Скот. Да скот дохлый. Что это? Скот-то могильник. Им не стыдно ничего. Народ вообще ничего не знает. Стоят с олбами. И вот они сидят, выходят, крутятся. Никто ничего не знает. Сцена. Что устроили-то из церкви-то? Живого слова вообще нету. Сколько людей-то, крещеных, не ходит в церковь? Сколько не ходит? 99% из мрака язычества. У меня это, которая Цепенникова исследовала 5 лет группу, 100 человек. 99% студентов крещеные, а которые что-то понимают, 0,3%. Ну вот. Вот оно это. Люди каким-то образом... Вообще-то люди ищут все равно, чтобы были честными священники, чтобы искренними, чтобы они говорили правду. А не так, что это вот, я могу здесь это выпить, а там пойти это и в услужение провести литургию и так далее. Ну а исправление, наверное, только отдельные личности могут. Эта система, она всех дает. Ну что, все вопросы? Все? Давай с Богом. С Богом отключайся, отошел. У меня еще один стоит. С Богом, благодаря. С Богом, благодаря.